О том, что не стоит играть с огнём, каждый из нас знает ещё с детства. Почему это важно и каким опасностям может привести баловство и несоблюдение данных правил, мы слышим неоднократно из уст наших родных и близких людей. А вот детишкам из детских домов семейного типа эти простые истины объясняют родители-воспитатели. Беседу, естественно, проводишь постоянно, спички детям, не игрушка. Проводишь, ну, какие-то постоянно наглядные какие-то картинки, смотрим где-то, передачу какую-то показывают, ну, объясняю, объясняю постоянно. Меры безопасности на воде, со спичками, с приборами, электроприборами, постоянно проговариваешь. Не раз Вера Месичук говорила об этих важных вещах с Сергеем и Алексеем, поэтому, несмотря на свой ещё совсем юный возраст, мальчишки очень внимательны и ответственны к правилам пожарной безопасности и стараются всегда их соблюдать. Не надо делать, брать спички и бросать их на землю, чтобы трава сгорела. Не совать электричество, не включать, не трогать спички без родителей. Нельзя до 14 лет трогать газовую плиту. При пожаре нужно, или задымлении, нужно заткнуть щели дверей мокрыми тряпами, чтобы дым не смог пробраться в помещение. В рамках рейдового мероприятия по профилактике возникновения пожаров сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций посетили дома семейного типа. Они проверили их противопожарное состояние, а также раздали необходимые рекомендации по предотвращению непредвиденных ситуаций. К сожалению, за 9 месяцев текущего года на территории страны от пожаров погибло 9 несовершеннолетних. В городе Бресте таких фактов не произошло. При этом три пожара произошли по причине детской шалости с огнём. Городским отделом по члену ситуациям во взаимодействии со всеми заинтересованными проводится системная работа по доведению до детей основы безопасности в различных формах. Это и встречи в дошкольных учреждениях, и творческие конкурсы, и, конечно, изучение условий проживания детей по местам жительства. Акцент в этой работе в большей степени сделан на жилищах многодетных семей и семей, в которых проживают дети, признанные находящимися в социально опасном положении. Спасатели города Бреста убеждены в том, что безопасность человека напрямую зависит от его осторожности. Именно поэтому проводятся данные профилактические мероприятия, в ходе которых сотрудники МЧС рекомендуют каждому установить пожарные извещатели, которые помогут сберечь вашу жизнь. Хотел бы обратиться к жителям города Бреста с просьбой разъяснять самостоятельно своим детям основы безопасности и личным примером показывать, как необходимо их соблюдать, находясь дома, на дороге, на водоеме, в лесу или в любых других местах, где их может подстерегать опасность. Наталья Хомич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бук-ТВ.